Женщина была невысокого роста, с лицом испечеренным морщинками, глубоко врезавшимся в кожу. Они оставались постоянным напоминанием о долгой насыщенной жизни. Глаза были маленькими, но ясными и все еще живыми. Бледно-серые волосы Агния укладывала аккуратными завитками, собирая их в замысловатую прическу. Что-то и не звонит никто. Тихо проговорила она, протянув руку к телефону. Движения ее были медленными, осторожными, как будто опасалась сломать аппарат. Сегодня был ее день рождения, но никто из близких не спешил поздравить, даже не прислали смс с вежливыми пожеланиями счастья. Может быть, позже. Агния уже привыкла, что молодые люди все больше были заняты своими делами и не обращали никакого внимания на старенькую бабушку. Разве что двоюродная сестра, но и тусковал артрит. Болезнь безжалостно приковала родственницу к кровати, а потому надеяться на разговор с ней, а уж тем более визит, не приходилось. Но ничего, ничего, может, еще с сюрпризом приедут, хотят лично поздравить. Подбодрила себя Агния. Раньше под крышей этого дома частенько проводились шумные вечера, когда семья еще была вместе. Бабушка покачала головой, седые волосы всколыхнулись. Воспоминания о прошедших годах наполнили душу, заставив задуматься о том, как было хорошо, когда молодежь еще не забыла об уважении к старшим и берегли повидавшим в жизни родителей. Но все это было слишком давно. Сегодня Агния уже забыла, что значит праздновать свой день рождения. Ну все, сколько можно хандрить то, в конце концов. Этот день на самом деле был особенным, в 85 лет. В такой юбилей просто нельзя было поддаваться унынию и грусти. Несмотря на свой преклонный возраст и недавнюю болезнь, Агния решила, что еще не время сдаваться. Улыбнулась сама себе, когда подумала о том, что ей предстояло готовить, как в лучшие годы. Она медленно поднялась из своего кресла и двинулась к кухне, придерживаясь рукой за стенку. Ей было трудно ходить из-за скованности в суставах. Но воодушевившись предвкушением праздника, Агния почувствовала бодрость и энергию, ненадолго вернувшуюся к ней. Так-так, посмотрим, чем бы побаловать себя сегодня. Она начала готовку, забыв о болезнях и неудобствах. Пирог с яблочной начинкой был одним из любимых десертов сына, которого Агния любила всем сердцем. Фирменная выпечка практически дошла в духовке до нужной кондиции. По дому давно уже начали блуждать аппетитные ароматы и звуки домашней суеты. Агния полюбовалась на дело рук своих, а затем принялась накрывать на стол. Красивая скатерть заняла свое место. Из потайного ящика на свет показалось столовое серебро. Погода за окном была серой, но зато комнаты всеми оставленного особняка наконец наполнились уютом и теплом. В основном угощения предназначались для ее Алика. Он жил недалеко, в этом же городе, но отчего-то он нечасто находил время повидаться с пожилой матерью. Разложив приборы, Агния подумала о том, как много времени она провела на кухне, готовя пищу для своих близких. Казалось, что именно здесь, прямо на столе, была жизненная сила семьи. Ее пироги и блюда словно были связью, которая удерживала всех вместе. Интересно, когда же все закончилось? Время пролетело незаметно. Агния даже опомниться не успела, как осталась одна. Дела, заботы, работы, амбиции, которые вели вперед, заставляя откладывать вот такие тихие семейные вечера на потом. А потом ничего и не осталось, только бессмысленные победы, упавшие на плечи тяжким грузом сожалений об упущенных возможностях. Вдруг от входной двери послышался звук открываемого замка. «Привет!» «Ты дома?» «Хотя, куда тебе идти?» Алик распахнул створку, вальяжно проходя в прихожую. Сын приехал ближе к полудню, когда все уже было точно готово. Он с удовольствием вдохнул аромат свежеприготовленных блюд. «Привет!» Воспоминания о том, как он рос в этом доме, нахлынули, заставив мужчину слегка устыдиться своих намерений, но лишь слегка. «Привет, сынок!» произнесла Агния, выходя из кухни в прихожую. Она отбросила полотенце, которым вытирала руки в сторону и обняла сына. Тот неловко похлопал ее по спине, а затем выпутался из объятий, сунув матери в руки невнятный букетик. «Ну что, как живешь?» Проговорил он, снимая куртку. «Да вот, потихоньку». Она утерла счастливую слезинку, радуясь, что самый близкий человек все-таки не забыл о ее празднике. Ей так о многом хотелось рассказать и выслушать историю о жизни сына, но Алик поспешил на кухню, не сильно обращая внимание на мать. Правильно, устал, наверное, с дороги, проголодался. Агния никогда не могла смотреть на единственную кровиночку объективно. Из-за этого сын привык к тому, что мать его холит и лелеет. Женщина оплатила самый дорогой университет, покупала молодому пижону лучшие автомобили и помогала деньгами по первому требованию. Наверное, так она надеялась заполучить его ответную любовь, а в итоге вырастила самовлюбленного бестолкового приживалу, непутевого, так толком ничего и не добившегося в жизни. Сорок лет, а толку никакого. Алик был настоящим разочарованием, но только не для своей мамы. «Проходи, проходи, кушай, все с полужару, как ты любишь», — сама готовила, — проворковала Агния семеня за сыночком. А, целый пир, скептически покачал головой мужчина, усаживаясь за стол. Ему было невдомек, сколько сил потребовалось 85-летней женщины, чтобы приготовить нехитрые закуски. Несмотря ни на что, Агния почувствовала, что сегодня она особенно благодарна за визит. Была уверена, что Алик просто скрывает свои чувства как свойственно всем мальчишкам, и в глубине души надеялась, что сын ценит ее жизненный опыт и мудрость. «Сыночек, попробуй мой пирог, как, получился?» Улыбнулась она, приобняв долгожданного гостя за плечи. «Конечно попробую», — поморщился Алик. Прикосновения старческих рук были ему неприятны. Агния не обратила внимания на его неудовольствия. Присела рядом на стул, завороженно наблюдая, как сына родует вилкой. Давно ей уже не приходилось видеть, как кто-то с аппетитом ест ее стрипню. «Вкусно?» — спросила она. Убу. Каждое мгновение, проведенное вместе, казалось ей бесценным. Для нее было уже слишком тяжело находиться в мире, где все меняется слишком быстро. Энергия молодости была слишком суетливой, и сын совсем скоро исчезнет, но здесь и сейчас царила настоящая семейная идиллия. «Как у тебя дела?» «Все хорошо», — спросила Агния. Сын на мгновение замер, покосился на мать, словно пытаясь понять, зачем она спрашивает. Не увидев подвоха в любящем лице, он лишь пожал плечами. «Да нормально все, как обычно», — продолжил Алик жевать. «Денижат, конечно, не помешали бы». От затаенной надежды в голосе сына женщина не стало ни по себе, ведь совсем недавно она уже отправляла ему солидную сумму. «Да уж, и правда не помешали бы, вся пенсия на содержание дома уходит», — покачала головой мать. Когда-то деньги не были такой уж проблемой. Она была известна как влиятельная и целеустремленная женщина. Агния преуспела в своей карьере, занимая руководящие должности на многих предприятиях города. Ее способность принимать решения, настойчивость и общительность делали ее авторитетной личностью. «Удивляюсь вашей напористости, немногие женщины добираются до таких высот», — как-то сказал ей мэр города на одном из светских мероприятий. «Было бы желание», — отмахнулась тогда Агния, ведь нет ничего дороже успеха, верно? «Верно!» Поддохнули тогда состоятельные друзья. Но время не щадило никого. И с течением лет Агния почувствовала, что ей необходимо отдохнуть от бесконечной гонки за первым местом. Вскоре приняла решение оставить руководящие должности и посвятить себя отдыху. Вот только семья к тому времени стала уже совсем другой. Домочадцы отвыкли от того, что мама находится дома. Сын давно стал жить сам по себе, да и супруг как будто позабыл об их совместном счастье. А потом и вовсе. «К папе на кладбище не ходил», — внезапно спросила Агния. Алекс закашлялся, чуть не подавившись очередным куском пирога. Мужчина схватил кружку с соком, принявшись судорожно запивать вставший в горле комок. «Ну, ты скажешь тоже, мам, прям под руку». «Кто на дне рождения о таком вспоминает?» «Извини, вырвалась». Вздохнула она. Внезапная потеря супруга семь лет назад стала серьезным испытанием для Агнии. Она осталась одна, лишившись близкого человека, который всегда был рядом, по крайней мере, ей так казалось. Боль и пустота заполнили сердце, не в последнюю очередь став причиной постепенного отказа от общественной жизни. Пожилая женщина стала предпочитать проводить дни в уединении своего дома, словно пытаясь нагнать упущенное время. С каждым проходящим днем она ждала визита сына. Радость, которую Агния испытывала, ожидая его приезда, была непередаваемой. В его появлении она находила отдушиную и единственную искру радости. «Кстати, это хорошо, что ты заговорила про дом». Прокашлившись, сказал Алик. Агния удивленно посмотрела на него, не понимая, при чем тут особняк. Только сейчас она заметила, как странно поблескивают глаза сына. На самом деле, сегодня он был каким-то особенно необычным, постоянно демонстрируя на лице самодовольство и азартный огонек в глазах. Алик становился таким только когда чувствовал скорую наживу. Но о какой выгоде сейчас может идти речь? Что за дурные мысли? Отмахнулась от подозрений Агния. Она снова предпочла не замечать очевидного, боясь разрушить иллюзию счастья, которую так трепетно возводила все эти годы. Лишь тепло улыбнулась, счастливо глядя на сына. «Ну чего ты так смотришь?» Боркнул тот, стыдливо пряча глаза. Он даже немного отвернулся, быстро расправляясь с остатками угощений. Вдруг мужчина поднялся из-за стола и начал придирчиво осматривать кухню. «Это что же у нас, натуральный камень?» Кивнул сын на отделочную плитку. «Конечно, с отцом выбирали самую лучшую!» Кивнула мать. «Хорошо», — протянул Алик, доставая из кармана блокнот. Он вышел из-за стола, начав ходить по помещению со все более заинтересованным лицом. Осмотрел каждый шкафчик, пристально изучил стены, потом быстро переместился в прихожую, измеряя рулеткой дверные проемы и измеряя размеры мебели. «Диван этот кожаный!» Раздался алчный голос. «Конечно!» «Ничего не понимая», — ответила Агния. «Отлично!» «А сколько стоит?» «Да я уж не помню». «А что такое?» Но вопрос остался без ответа. Вместе с блокнотом, который всегда был у него под рукой, Алик записывал все, что обнаруживал. Каждая деталь, каждое украшение были аккуратно занесены на разъянованной странице. Как будто мужчина стремился создать полное представление о жилище, не упуская ни одной детали. «Ты чего задумал то?» Спросила мать. «Просто проверяю», — отмахнулся Алик. Агния наблюдала за сыном с некоторым беспокойством. Что-то не нравилось ей в его пристальной увлеченности. Можно подумать, он видит все это впервые, как будто не провел здесь детство и юность. Тем временем сын продолжал путешествие по дому, записывая и изучая каждый его уголок. Блокнот становился все полнее, а мужчина радостнее, будто обнаружил настоящую сокровищницу. «Ты ремонт, что ли, хочешь затеять?» Спросила Агния. «Так мне не нужно». С тех пор, как она вышла на пенсию, дом находился в отличном состоянии. Еще в молодости они с мужем потратили немало денег, чтобы навести всю эту красоту, и теперь оставалось только поддерживать великолепие. «Знаешь, мам, тут такое дело», — соизволил наконец ответить сынок. Он немного помялся, словно не зная, как подступиться к самому главному вопросу, но Агния слишком хорошо знала своего отпрыска, чтобы понять все без слов. «У тебя что, проблемы?» Упавшим голосом спросила она. «Да не то чтобы проблемы, так, временные трудности», — неловко улыбнулся мужчина. Как оказалось, Прэдаха вспомнил про день рождения, только чтобы найти повод для совершения задуманного. «Я тут немножко в долги попал, но и пообещал наш домик продать одному богатому хирургу». «Но как же, сынок, это же наша память, а мне где жить?» «К себе, что ли, заберешь?» Запричитала Агния. От мысли, что придется забрать престарелую родственницу к себе, мужчину аж передернуло. Он, конечно, попытался скрыть свое недовольство, но мимолетная гримаса не ускользнула от внимательного взгляда матери, больно ранив любящее сердце. «Понимаешь, он очень богат и влиятельен, может решить любые вопросы, такой дружбой не разбрасываются», — залебезился нуля. А тут такой повод. Георгий Аристархевич всегда мечтал переехать в центр, чтобы клиника была рядом, ну, сама понимаешь, тут же не участок, а сказка. «Конечно, мы же поэтому и купили его в свое время. Думали, ты с женой сюда переедешь, чтобы внучатам было где подрастать. Как же продавать то?» Тихо проговорила Агния. «Да ты и не переживай». «Ну, куда нам вдвоем такие хоромы?» «Сама говоришь, пенсии не хватает, вот и подберем, что поуютнее, не такое огромное и пустое», — нахмурился Алик. «Ну, куда уж уютнее, я и привыкла здесь, все знаю, не хочется переезжать на старость это лет». «Мам, ты собирайся, не трать время», — твердо произнес Алик, переменившись в лице. Было видно, что мужчина не хочет тратить время на долгие уговоры. Ему было неловко от происходящего, но одновременно с этим Прейдаха хотел поскорее провернуть очередную махинацию, чтобы избавиться от нависших над головой долгов. «Ты не переживай, я уже обо всем договорился». «Отвезу тебя сейчас в одно местечко, думаю, тебе понравится», — произнес Алик, выдавив кривую улыбку. «Собираться? Прямо сейчас, что ли?» «Может, хоть немного поговорим». Агния до сих пор не верила в происходящее, будто все вокруг было всего лишь розыгрышем. Не мог же родной сын поступить вот так со своим наследием. Алик как-то странно посмотрел на нее, выразив одним взглядом нетерпение и нежелание больше возиться с капризами старухи. Он просто подошел к шкафу, вытащил чемодан, с которым она когда-то ездила в командировке, и принялся собирать вещи. «Сыночек, ну куда же мы поедем?» «На улице непогода, давай посидим хоть немножко». Но сын на ее уговоры не обратил никакого внимания. Если до этого момента Агния хоть немного рассчитывала на понимание, то теперь осознала. Алик своего решения не изменит. Ей против воли придется покинуть дом, уехать куда-то. Причем, судя по вещам, которые он трамбовал в чемодан, покинуть родные стены придется надолго. «Белье не забудь», — тихо подсказала женщина. «А-а-а». «Да, все, возьмем», — отмахнулся Алик. Закончив сборы, сынок усадил мать в свой раздолбанный автомобиль и завел двигатель. За вещами он не привык следить с детства, поэтому иномарка выглядела весьма потрепанной. Выехав за ворота по хрустящему гравию, горе-водитель резко рванул с места, стараясь поскорее увезти мать подальше, как будто пожилая женщина могла оказать ему сопротивление. На самом деле, он просто хотел поскорее закончить со всем этим. Видеть жалостный вид матери было ему не по себе. А она, бедняга, тем временем не знала, что и думать. Уж не такого обращения она ожидала в свой собственный юбилей. Посиделки с подарками и угощениями обернулись бог знает чем, и теперь Агния не знала, что и думать. «Куда мы хоть едем?» Пробормотала она, провожая взглядом незнакомые пейзажи. «Не переживай, тебе должно понравиться», — отозвался сын. «Ох, жалко же дом!» Женщина доверяла ему, но сегодняшнее поведение Алика совершенно выбило из колеи. Какие еще поездки для женщины в ее-то возрасте, тем более такие неожиданные. Сердце начало покалывать от переживаний. Агния покопалась в сумочке, которую успела прихватить в попыхах, и достала пузырек с таблетками. Положив одну под язык, она поудобнее устроилась в жестком кресле. «Долго нам ехать?» Спросила она. «В пригород, есть там одно тихонькое местечко». «Местечко, местечко», — хоть бы название сказал. «Сама все увидишь», — буркнул сын. Агния лишь устала, вздохнула, прикрыв глаза. Сама не заметила, как начало засыпать убаюканное тряской автомобиля. Кажется, ехать им пришлось не меньше пары часов. По крайней мере, она успела подремать, проснувшись от резкого торможения. «Ай, ну что же ты!» — воскликнула женщина, больно ударившись коленом о переднюю панель. «Извини», — бросил Алик, недовольно покосившись на мать. Кажется, ее состояние беспокоило сына куда меньше, чем целостность дышащего наладо на автомобиле. Агния открыла глаза и непонимающе посмотрела вокруг. Они уже давно выехали за город, окружающая местность была совершенно незнакома. Женщина хотела было расспросить сына, но по его виду поняла, что Алик совершенно не настроен на беседу. Она смотрелась вокруг, однако увидела лишь заброшенную обветшалую деревню, затерянную в глуши. Время, казалось, забыла о ней, оставив некоторые напоминания о былом величии. Старые дома с трещинами на стенах приветствовали случайных путников. Их фасады потухли и обветрились, словно лицо, утерявшее юность. Крыши, покрытые мхом или шейником, пропускали свет лучей солнца сквозь дыры, создавая игру теней на земле. Господи, что за страсть то, выдохнула Агния. Ничего, и тут люди живут, пожал плечами Алик. Ты что, шутишь? Но нет же у всех столько денег, как у тебя, супреком ответил сын. Так и мне не с неба упало, все сама заработала. Вот и пришло время. А ладно, неважно. Алик отчего-то рассердился, резко оборвав их разговор. Он осторожно направил автомобиль вглубь деревни, отыскивая нужный дом. Извилистые тропинки поселения давно заросли травой, из последних сил стараясь удержаться на покинутой земле. На обочине пышно цвели травы и цветы, смело пробивая себе дорогу сквозь руины прошлых времен. Распадающиеся деревянные заборы окружали крошечные участки с огородиками, которые терпеливо ждали заботливых рук. Участки земли как будто покрыла седина, которую время от времени беспокоил задорный ветер. Тут хоть телефон ловит. Пораженно спросил Агния. Тебе он зачем? Все равно не пользуешься. А если скорую вызвать? Как будто она сюда приедет. В полголоса ответил Алик. Брошенные колодцы заполнились зарослями, от заброшенных строений поднимался запах влажности, в окнах давно не горел свет. Только память об ушедшей эпохе, запах старой древесины и прокоптившихся дров. Вдалеке от забытой деревни расширялись поля, покрытые высохшей травой и молодыми деревцами. Обветшалая деревня буквально уносила в мир истревшего прошлого, заставляя Алика беспокойно ежиться. Ему совсем не хотелось быть здесь дольше необходимого, но ножный дом как назло все не находился. Блин, даже навигатор не работает, пробормотал мужчина, тыкая пальцем в бесполезный мобильник. Что ты говоришь, встрепенулась Агния. Да ничего, скоро приедем. Ориентироваться приходилось только по покосившимся табличкам. С горем пополам скрипящая на ухабистой дороге машина наконец доехала до пункта назначения, противно взвезнув тормозами. Ну вот ты и дома, облегченно выдохнул сын. Что, Агния, непонимающая, посмотрела в окно. Они остановились около настоящей лачуги, такой же ветхой, как и все вокруг. Дом был сущий разваленный, с плесенью на потрескавшихся стенах, деревянными рамами и покосившейся крышей. Поживешь тут немного, пока я наш дом продам, а потом подыщу тебе усадьбу получше. Произнес сынок, выходя из машины. Да как тут жить то, ошарашенно покачала головой мать. Даже в далеком детстве деревенский дом, в котором она родилась, не выглядел таким бедным. Алик рывком распахнул пассажирскую дверь, нетерпеливо подав ей руку. Делать было нечего. Сынок всерьез настроился поселить ее здесь, не оставив выбора. Агния тяжело вздохнула и попыталась выйти, но ушибленное колено тут же пронзило, острой болью. Женщина поморщилась, стараясь унять расшалившийся после удара сустав, но сын буквально волоком вытащил ее наружу. «Не капризничай, обычный дом, просто без хозяина постоял немного», — процедил мужчина. Агния задыхалась от боли. На споры с сыном просто не оставалось сил. Она покорно пошла за ним, с каждым шагом прихрамывая все сильнее. «Вот так, заходи», — проговорил Алик, отперев скрипучую дверь. Из глубины дома пахнуло застоявшимся воздухом. Вверх взметнулись густые облако пыли. «В чемодане все необходимые, лекарства, твоя одежда, продукты потом привезу. Но вообще-то тут магазин есть». «Ты же карточку мою забрал и деньги», — прошептала Агния. «А, точно». «Ну, значит, жди, когда приеду». Мужчинам садил мать на подвернувшийся стул, поставил рядом чемодан и вложил в слабые пальцы непривычно огромный ключ. «Смотри, дверь чужим не открывай», — шутливо погрозил Алик пальцем и пошел обратно к машине. «Даже не побудешь со мной немного», — крикнула ему в свет мать. «Ты осваивайся, а у меня дела еще». «В выходные приеду, на пироги, так что жди», — довольно бросился ног, махнув рукой. Двигатель взревел, колеса рванули оплетающую их траву, и Алик умчался, растворившись в сизом облаке, вырвавшимся из выхлопной трубы. «Юбилей и новоселье получается, столько праздников в один день», — горько усмехнулась Агния, осматривая свое новое пристанище. Нос щекотали клубы пыли, колено болело, а глаза щипало оторвавшихся наружу слез. Еще утром она даже представить не могла, чем обернется визит любимого сына. Но теперь, ухватившись за ручку чемодана, Агния осторожно встала, потихоньку направившись в ближайшую комнату. Не сидеть же теперь в прихожей до выходных. Нужные документы на продажу ее дома оформились быстро. Собственно, Агния в этом процессе уже ничего не решала. Сынок позаботился о том, чтобы не доставлять любимой мамочке лишних хлопот. Взяв всю суету с продажи особняка на себя, ей оставалось лишь наладить быт на новом месте, что тоже оказалось непросто. В первую ночь вполне ожидаемо Агния не смогла уснуть. Матрас на старой скрипучей кровати оказался твердым, как камень. Пожилой возраст и так с трудом переносил перемены, а тут еще не было ни намека на необходимый пенсионеру комфорт. Неужели он правда смог поступить так с родной матерью, думала Агния, ворочаясь сбоку на бок. Уже после от соседей по несчастью она узнала, что Алик купил эту развалюху у какой-то прохвостки за сущие копейки. Неизвестная женщина с радостью продала ненужный дом, получив за него хоть какую-то прибыль. Время начала тянуться своим чередом. Алик, как и обещал, заявился на выходных с несколькими пакетами дешевых продуктов, но остаться погостить не решился. Ты извини, рассиживаться уж не буду, дел много накопилось, быстро проговорил он, уже направляясь к выходу. Ну чай-то хоть попей, жалобно произнесла мать. Некогда, потом еще заеду, отмахнулся мужчина. Прошло еще несколько недель. За это время сын не появился ни разу, лишь прислав немного денег. Агния постепенно начала привыкать к своему незавидному положению, только вот растревоженная нога все никак не хотела униматься. Обезболивающие мази, которые она прихватила из дома, уже начали кончаться, а до аптеки. Она даже не знала, в какой стороне ближайший островок цивилизации. Вот и чай заканчивается, вздохнула Агния, заметив, что заварка, которую она и так практически не использовала, подходит к концу. Это значило, придется совершить поход в магазин, до которого было совсем не близко, а с учетом больной ноги и хромоты прогулка могла затянуться на весь день. Вдруг от входной двери послышался странный шум. Запертый замок явственно щелкнул, как будто в нем провернули ключ. Скрипнули несмазанные петли. Агния замерла на табуретке, прислушиваясь к происходящему. Воры! Да нет, разве станут они пользоваться ключами? Алик вернулся. Но его машина была бы видна из окошка. Дозастывшие от страха женщины донеслись уверенные шаги, которые, судя по звуку скрипящих половиц, направлялись именно на кухню. Это что такое? Выдал вошедший парень, окинув взглядом незнакомую старушку. Здравствуйте! Только и смогла выдавить агнию. Первый же взгляд на гостя заставил почувствовать холодок вдоль позвоночника и затрепетать сердце новой хозяйки дома. На вид парню можно было дать не больше 25. Высокий, худой, но физическая сила чувствуется при одном только взгляде на напряженные мышцы под легкой ветровкой. Глаза горящими угольками проникали в самые глубины ее души, неся с собой непостижимые истории о жестокости и выживании. Их мрачное, но разумное выражение говорило о том, что парень повидал слишком много для своих лет. Агния краем глаза заметила на его пальцах тюремные наколки и еще сильнее испугалась, не понимая, как этот человек попал сюда. Она точно никогда не видела его раньше, потому что обязательно запомнила бы волосы темного оттенка, коротко остриженные и торчащие ежиком. «В гости вы вряд ли зайти решили», — проговорил незнакомец. «Неужели обворовать пытаетесь?» На его узких губах заиграла горькая усмешка. «Сын купил мне этот дом», — набравшись храбрости, выдала Агния. «Вот как?» «Значит, пока я на зоне сидел, кто-то и лачугу мою уже перепродал», — покачал головой незнакомец. «Как на зоне?» «Обычно четыре года, от звонка до звонка». «Людей хороших обидел и, судя по приговору, искалечил прям». Послышался зловещий голос. «Да что же это, господи!» «Я ничего не взяла, не подумайте». «Все как было, осталось, прибралось только немного». «Ошибка, наверное, какая-то». «Я вот сыну позвоню». «Да не ловит тут телефоны», — покачал головой бывший зек. Агния умолкла, втянув голову в плечи. Она не могла представить, как поступить в этой ситуации. Что старушка может противопоставить молодому мужчине, да еще и такому страшному? И нужно ли им сейчас спорить? «Может, на самом деле случилось какое-то недоразумение?» «Вы простите», — тихо произнесла Агния. «Мне сейчас некуда идти. Дом далеко. Был. Можно хотя бы в саду на лавочке сына подожду, пока решаем, что да как». Незнакомец нахмурился, окинув ее суровым взглядом. Что-то в ее словах не понравилось парню, заставив того помрачнеть. Агния была едва жива от страха, когда странный гость подошел к ней вплотную, а затем достал из-под стола вторую табуретку. Вот сейчас как тюкнет ее ножка по голове, и поминай, как звали. Она даже закрыла глаза, но услышала лишь, как парень тихонько присел рядом. «Вы не бойтесь, что же я, зверь какой, на улицу вас выгонять?» — послышался смягчившийся голос. «Меня Антон зовут». Не думайте уж, что если в тюрьме сидел, то обязательно душегуб. Агния неуверенно открыла глаза, глядя на собеседника. Парень постарался улыбнуться, успокаивающе приподняв раскрытые ладони вверх. Вообще-то лицо его было приятным, даже симпатичным. Вот только он явно привык постоянно хмуриться и редко излучал дружелюбие в последнее время. «Может, чаю тогда?» — осторожно спросила Агния. «Было бы здорово», — кивнул Антон. «Заварки только мало. Не страшно. Я через город проехал, купил кое-чего, кивнул парень належащий в прихожей рюкзак. Она хотела было начать готовить, но гость, посмотрев на то, с каким трудом ей даются движения, не позволил суетиться. Взял все в свои руки, поставил старенький чайник на плитку и начал сооружать нехитрый обед. Оказалось, что Антон был владельцем домика до того, как попал за решетку. «А угодил я туда, конечно, по случайности», — произнес парень, нарезая колбасу. «Представляете, — заступился за девчонку. Вечером шел по улице, смотрю, двое пристают, в тачку волокут, вот и начистил им рожи. Кто же знал, что среди деток богатых родителей могут оказаться насильники? Какой ужас!» Искренне покачала головой Агния. «Получается, совсем ни за что отсидел, столько лет мучился. А девушка, что ж, не дала показаний в суде. Пропала куда-то, убежала со страху, наверное, но главное, что не пострадала, надеюсь. Невеста моя, с которой жил до этого, два раза только и приехала. Спросить, где ключи от дома, да какую-то бумажку подсунул подписать. «Теперь понимаю, дом продала. Адрес сменила, я к ней в городе заезжал на самом-то деле, а не только за продуктами. Так это, получается, незаконно все!» Сплеснула руками Агния. «Конечно, только сами посудите, если дело до суда дойдет, кому поверит, ей или зэку бывшему. Четыре года отсидел, и такой клеймой не смоешь никакими правдами. Да наверняка у права то найдется. «Удивительная вы, женщина, Агния, в таком возрасте, а все в сказке верите», — улыбнулся Антон. За разговорами вечер подкрался незаметно. Они попили чаю, а затем перешли в зал, где можно было устроиться поудобнее. В углу комнаты стоял небольшой телевизор, который давно уже не работал. По крайней мере, у нее ни разу не получилось его включить. А сам я детдомовский, продолжил прерванный рассказ Антон, мудря с проводами, с ранних лет, так сказать, сам по себе. Семьи не знал, родителей никогда не видел. Вот и прикипел к Марине, ну, к невесте своей, бывшей теперь уже. За прошлый год ни строчки. Думал, уж случилось чего, а ну, вон оно как. — Бедный ты, бедный, — сокрушенно покачала головой Агния. — У меня вот тоже сын есть. Не знаю, кем надо быть, чтобы отдать в детдом родного человечка. Не обижайтесь, Агния, но Антон не слишком переживал, когда вас сюда отправил. Ну, это же временно. Сейчас долги закроет и сказал потом, что получше дом найдет. Антон недоверчиво нахмурил брови, но спорить не стал. К чему лишний раз расстраивать пожилого человека? Парню сразу стало ясно, что никуда уже престарелую мать сынок не заберет, оставив доживать свой век в забытой всеми халупы. — Ну, хорошо, коли так, но, честно скажу, будь у меня хотя бы одна родственная душа, ни за что бы не бросил ее и не отказал в помощи. — Вот увидишь. — Он меня тоже не бросит, — горько вздохнула Агния. Старый кинескоп пошел цветными полосами, из хриплых динамиков раздался приглушенный звук. Антон довольно хмыкнул, осторожно поставив телевизор на место. — Ну вот, жить можно, глядишь, наладится потихоньку, — улыбнулся он. — Не знаю. — Не знаю, когда Алик приедет. — Пойду по деревне спрошу, может, у кого телефон есть. Потупившись, сказал Агния, да не переживайте, оставайтесь сколько нужно, места хватит. — Вон на диване посплю, а вы в спальне. Так они и стали жить вдвоем, брошенная бабушка и бывший зэк. Со стороны можно было подумать, что внук приехал к бабуле в гости. Парень оказался рукастым, работящим и быстро привел в порядок оставленный на четыре года без присмотра двор. Дом из печально брошенной лачуги превратился во вполне уютную избушку. Антон устроился работать грузчиком и потихоньку начал делать ремонт. — Болит? — спросил в очередной раз он, увидев, как Агния мажет колено. — Немного. — Если бы не ты, совсем худо пришлось бы, — отызвалась женщина. — Завтра опять к доктору съездим. — Да ну, ты чего? — Такси закажу, и в автобусе не надо будет толкаться. — И не спорьте, все равно не переубедите. А если надо, парень сделал зловещее лицо. Волоком оттащу к лучшему терапевту в городе. Агния лишь смущенно улыбнулась в шутке, думая, как же ей повезло встретить Антона. Он ездил для нее в аптеку, постоянно помогал и ухаживал, ни разу не попрекнув за вторжение в свое жилище. Парень оказался очень добрым, с широкой душой, и от этого ей становилось еще обиднее, что ему пришлось побывать в таком страшном месте, как тюрьма. И все бы было ничего, живи да радуйся, вот только самочувствие женщины с каждым днем становилось все хуже. Дело было уже не только в колене, видимо, стресс последних месяцев пошатнул организм. — Ну что, Агния Семеновна, порадовать вас нечем, — печально произнес доктор, у которого она наблюдалась. — Сами понимаете, возраст, тут уж ничего толком не поправишь. — Но как же так? — Если нужны лекарства или процедуры, только скажите, все достанем, — вмешался Антон. — Молодой человек, от старости, к сожалению, ни процедур, ни таблеток еще не изобрели, — пожал плечами терапевт. Парень тут же паник, снова опустившись на стол. Он и сам понимал, что Агния стала сильно сдавать. Это заставляло бывшего зэка грустить по-настоящему. Ведь в нежданной соседке он, наконец, нашел то самое семейное тепло, которого никогда не видел в жизни. Даже показалось, что жизнь начала потихоньку налаживаться, и тут такое. — Мы, наверное, поедем тогда домой, — произнес парень. — Правильно, правильно. — Покой, поменьше стрессов и нагрузок, ну и побольше положительных эмоций, — кивнул врач, протягивая рецепт на обезболивающее для колена. Антон помог Агнии собраться и, осторожно взяв ее под руку, повел к выходу из больницы. По дороге они молчали, каждый думая о своем. Вернувшись домой, парень тут же уложил названную бабушку в постель, настровозапретив суетиться с домашними делами. К совету доктора он подошел даже излишне серьезно, решив окружить Агнию максимальной заботой. Он хотел уже отправиться в магазин за продуктами к ужину, как вдруг услышал шум мотора прямо под окнами. Машину посигналило пару раз, а затем с водительской стороны вышел хмурый Алик. Мужчины не были знакомы лично, но Антон сразу догадался, кто наконец заявился к ним в гости. Все это время бабуля едва ли не каждый день вспоминала сына, который, в свою очередь, не прислал ни копейки на содержание. «Ну, привет», — хмуро поздоровался бывший зэк, выйдя на крыльцо. «Ты еще кто такой?» — удивленно приподнял бровь Алик. «Хозяин дома. Не гони, я его купил у Натальи». «Ну, что сказать, надо было внимательно читать договор». «А, ты, видимо, тот сиделец, с которым она раньше жила», — проговорил мужчина, припоминая давний разговор. «Не хочешь поинтересоваться, как дела у матери?» — укоризненно спросил бывший зэк. «Да что с ней будет то?» «Чего тогда приперся?» «Не твое дело». Алик хотел был оттереть парня плечом и пройти в дом, но тот, оттолкнув над лица, едва не заставил кубарем проскатиться с невысоких ступенек. «Совсем офидл?» «Опять на зону хочешь?» «Сейчас быстро полицию вызову». «Письмо писать будешь?» «Телефоны-то тут не работают». «Если надо, напишу». «Давай». «Заодно расскажешь о махинациях с недвижимостью и о том, как сплавил престарелую мать без малейшего содержания», — мрачно констатировал Антон. «Как будто им дело есть до старух», — насупился Алик. Он еще раз попытался пройти внутрь, но парень снова оттолкнул его, на этот раз сильнее. Мужчина запнулся с трудом, удержав равновесие, схватившись рукой за ближайший столбик. Услышав шум, Агния подошла к окну, заподозрив неладное. Она невольно подслушала разговор, едва не всплакнув от грубых слов сына. «Алик, не надо ссориться», — крикнула она, распахнув стеклянную створку. «Ну, привет, мам», — тут же отозвался трусоватый сын. «Это ты своему сторожу скажи». «Ты забрать меня приехал?» «Уж сколько недель то прошло, как дом продали, неужели не нашел ничего?» «Да, пока не нашел», — тут же сбавил напор мужчины. Услышав это, Антон лишь хмыкнул, а Агния почувствовала, как слабеют ноги. Кажется, ее молодой сосед оказался прав. Сын, видимо, и не собирался забирать ее из глухой деревни, надеясь таким образом просто избавиться от надоедливой родственницы. «Зачем приехал тогда?» — упавшим голосом проговорила мать. «Тут это дело такое. Хотел денег попросить? Ну, в долг, конечно. С работы не ладится, до следующего месяца, а там все верну», — проговорил Алик. «Ты же карточку мою забрал с пенсии и похоронные все подобрал». «Чего еще хочешь?» «Едва не плача», — сказала Агния. «Может, отложено, где припрятано». «Ты совсем обалдел», — задохнулся от такой наглости, Антон. Бывший зэк повидал немало негодяев за решеткой, но с таким отбросом, как Алик, не сталкивался даже в тюрьме. «Ты еще поговори, душегуб», — прошипел в ответ мужчина. Однако разговаривать с сынком хозяин дома больше был не намерен. Парень грозно двинулся на него, приподнял заворотник и силой шевырнул в сторону калитки. «Да я заявление на тебя напишу», — крикнул Алик, спешно поднимая земли. «Пиши, сволочь, если совесть позволит». Антон, закипая от гнева, снова шагнул к наглецу. Но тот, поняв, что не может тягаться с молодым человеком, тут же побежал к машине и закрылся изнутри. Мотор сердито взревел, выхлопная труба чихнула сизом дымом и тарантасу укатил вдаль. «Чтобы духу твоего здесь больше не было», — прокричал взбешенный парень след. Потом, опомнившись, Антон забежал в дом проверить, как чувствует себя Агния. Молодой человек испугался, что выходка сына обернется для бабули непоправимым ударом, но она обнаружила сидящий на табуретке. Бабушка грустно смотрела вдаль, сдерживая скопившийся в уголках глаз слезы. «Вот так, постельный режим с хорошими впечатлениями», — осторожно произнес Антон. «И не говори никаких стрессов». Агния слабо улыбнулась, показывая, что все в порядке. «Вы уж извините, что все так вышло. Иногда не могу сдержаться, прям как в тот раз, когда эти двое девчонку». «Ничего, Антош, все в порядке. Только, кажется, мне Алик злоба на тебя затаит». «Как бы ни вышло чего. Да не боюсь я его». «Ничего не сделает полиция, на нем и синяка не осталось». «Да и свидетелей у нас тут нет». «Знаешь, у меня словно глаза на него открылись». «Как же так вышло, что из смешного карапуза выросло такое?» «Не могу сказать, Агния, видимо, ошиблась где-то в воспитании». Пожал плечами парень. Говорить такое было, может, и грубо, но скрывать свое отношение к сынку ее он просто не мог. Да уж, воспитания в какой-то момент и вовсе не было. «Все работало, работало, гувернантки да воспитательницы. Лучшие игрушки были». «Думала, любовь ребенка купить, всем обеспечить, а в итоге самое главное это не сделала». «Вот и расхлебываю». «Не печальтесь, все образуется». «Хороший ты человек, Антон. Хоть и ласки в жизни не видел, да судьбой обижен, а все же правильным вырос. Повезло мне на старости лет тебя встретить». «Скажете тоже», — смутился парень. «Помоги ко мне до кровати дойти, а то что-то не по себе стало». Он тут же спохватился, подав руку пожилой женщине. Агния устроилась поудобнее и тут же задремала. А Антон пошел в магазин, намереваясь приготовить что-нибудь вкусное на ужин, чтобы хоть как-то ее подбодрить. Со дня приезда Алика прошло несколько дней. Агния так и не поднималась с постели, все большее время не проводя во сне. Таблетки помогали унять боль в колени, но организм все больше требовал отдыха, да и в целом с трудом переносил даже малейшие нагрузки. Антону от такого положения дел становилось только грустнее. Парень понимал, что чудом обретенная родственная душа скоро покинет его, отправившись в лучший мир. Страшнее всего было то, что Антон никак не мог повлиять на ситуацию, поэтому старался хотя бы не беспокоить женщину, давая возможность провести последние дни в тишине и уюте. — Антош, подойди ко мне, — вдруг произнесла она слабым голосом, когда он в очередной раз проходил мимо спальни. — Что случилось? — обеспокоенно спросил Антон. — Ничего, сынок, ничего, — слабо улыбнулась бабушка. — Просьба у меня одна есть. — Все, что угодно, говорите, как есть, — с готовностью кивнул он. — Да там пустяк один, но для меня очень важный. — Где мой дом был, сарай есть, на самом крае участка, вроде как ничейный. — Я там тайничок сделала, как чуяло сердце пригодится. — Дом то Алик продал, но уверенно, что в сарай и не заглядывал. — Без надобности ему такие мелочи, и так денег получил. — Куда только их девает! — Одинокая слезинка скатилась со щеки, заставив Агню смутиться с собственной сентиментальности. Она утерлась платочком, немного успокоилась и продолжила. — Там ящичек небольшой лежит под половицей. — Ты бы принес мне его, век благодарна буду. — Хотя куда уж больше. — Носишься тут со мной, как с писанной торбой. — Все-все, не переживайте, в лучшем виде все доставлю, — пообещал Антон, взяв ее за руку. — Прямо сейчас поеду, только адрес скажите и поточнее, где лежит ящик. Не прошло и поучаться, как молодой человек стоял на остановке. Хоть на попутке, хоть на рейсовом, но он решил добраться до города, чтобы исполнить просьбу бабули. Дорога заняла несколько часов. Уж слишком далеко вывез из города престарелую мать Алик. Сказать по правде, Антона еще ни разу не доводилось бывать в этом районе. Чем дальше они заезжали, тем выше поднимались его брови при виде богатых особняков. Молодой человек и раньше подозревал, что Агния была состоятельной женщиной, но только сейчас по-настоящему осознал, насколько. И ведь наглец, пришел еще денег требовать. — До одной десятой от суммы, которую получишь за продажу такого домины, должно на несколько лет хватить, — проворчал бывший зек, прикидывая, сколько может стоить любое из этих строений. Наконец автобус доехал до нужной остановки. В салоне к тому времени остались лишь респектабельные старички и люди, на фоне которых Антон смотрелся белой вороной. Слишком потрепанная одежда, чересчур удивленный вид. Они, не скрывая, косились на него, взволнованно реагируя на появление странного незнакомца. Впрочем, до откровенных комментариев никто не опустился. Слишком уж устрашал хмурый взгляд бывшего сидельца. Сарай впрямо оказался на месте. Как и указывала Агния, покосившееся строение расположилось на меже между участками. Его не снесли только потому, что территория была никому не нужна, да и деревянная будка не привлекала чужого внимания, скрываясь в молодой поросли. Антон осторожно оглянулся, не наблюдал ли кто со стороны. Затем вошел в сарай. Тот оказался не запертым, дверь подпирал лишь небольшой колышек, чтобы не хлопало на ветру. По одну сторону от сарайчика стояла заброшенная усадьба, а с другой, судя по словам Агнии, ее бывший дом, в котором сейчас проживал какой-то хирург. Свет в окнах нигде не горел, да и прохожие уже разбрелись по своим делам. Лучшего момента могло и не представиться. Андрей осторожно распахнул дверцу и проскользнул внутрь. Ящик был спрятан в самой глубине постройки, под неприметной половицей, которую для надежности накрывал старый коврик. «Ну, дела, и правда тайник», — прошептал Антон, разглядывая ящик, расположившийся в углублении. «Агния, затейница, почему не арендовать ячейку в банке?» Резная шкатулка оказалась запертой на замок и довольно тяжелой. Ему стало интересно, что может скрываться в столь странном тайнике. Изначально он предполагал, что бабушка хранит там письма или фотографии, но, судя по весу, скрывалась там отнюдь не бумага. «Пора домой, а то уже стемнеет скоро», — задумчиво проговорил Антон, глядя на потемневшее небо через пролом в крыше. Молодой человек взял ящичек под мышку, только сейчас подумав, что стоило бы взять с собой мешок. Кто же знал, что нож окажется такой массивный? Он осторожно прикрыл дверь, поставив на место колышек, как вдруг услышал настойчивое покашливание. «Думал», — показалось, — проговорил хирург, — «стой неподалеку от сарайчика». Это оказался мужчина средних лет с аккуратной прической и очками в тонкой оправе. Глубокие глаза, скрывающиеся за стеклами, внимательно рассматривали Антона, словно решая, что с ним делать дальше. «Вы только не подумайте, я не ворую», — тут же предупредил парень, понимая, как его визит выглядит со стороны. «Ну и как же это тогда называется?» — кивнул хирург на ящичек в руках бывшего зэка. «Да уж, стоит объяснить. Меня послала бывшая владелица дома, Агния. До переезда она хранила в сундучке что-то важное для себя и вот попросила меня привезти». «Пока звучит неубедительно. Молодой человек, продавший мне эту усадьбу, сказал, что его мать давно покинула этот бренный мир. Это не так. Алик, сынок Агнии, просто переселил ее в глухую деревню, а дом вам продал, чтобы рассчитаться с долгами. Сейчас бабушка живет со мной, но уже очень плоха. Боюсь, как бы эта просьба не оказалась последней». Григорий Аристархович, а именно так звали хирурга, с сомнением покосился на молодого человека. В руках он сжимал мобильный телефон с уже набранным номером полиции. Оставалось только начать вызов, чтобы на участок прибыл дежурный наряд. Наверное, стоило сделать это с самого начала, но, честно говоря, хозяину просто стало любопытно, что воришка забыл в старом никому не нужном сарайчике. «Поверьте, меньше всего мне сейчас нужны проблемы с полицией, так что я бы не стал рисковать свободой только для того, чтобы стащить непонятную шкатулку», — покачал головой Антон. «Можно было бы просто привезти сюда Агнию, но она совсем сдала в последнее время, почти не встает с постели. Нет необходимости, я все равно не знаю бывшую владелицу в лицо, так что с таким же успехом вы могли бы привезти сюда любую старушку». Антон чувствовал, что хирург колеблется, вызывать полицию или нет. Он уже хотел снова начать убеждать в своей честности, но тут вдруг входная дверь особняка открылась, и на пороге появилась молодая девушка. Она была полна яркости и свежести, буквально притягивающий взгляд. Приятные черты лица словно создавали волшебную гармонию. Великолепные глаза, полные загадочного блеска, напоминали две звездочки на синем небосклоне. Ее прекрасная и изящная фигура казалась созданной для танца, преисполнившейся элегантной женственности. Густые шелковистые волосы каштанового оттенка волной рассыпались по плечам. — Анна, зайди, пожалуйста, в дом, я скоро закончу, — произнес Григорий Аристархович. — Пап, чего вы там? Начало была девушка, но тут ее взгляд наткнулся на Антона, и красавица замерла, прикрыв рот ладонью. — Ну, здравствуй, не обижают больше, — кивнул молодой человек, тоже узнав дочери хирурга ту, кого он спас от приставания мажоров. — Папа, папа, это же тот самый, — проговорила Аня. Ее глаза увлажнились, события страшного вечера промелькнули в памяти, снова заставив вздрогнуть хрупкие плечи. — О чем ты, милая? — Какой тот самый? Девушка уже сбежала по ступеням, уверенно направляясь к ним. Как была, в домашних тапочках, футболке и легких шортах она мчалась через участок, смахивая, катящаяся по щекам с резинки. — Спаситель мой, — проговорила Аня, подбежав к Антону и обняв его. — Ты прости, что исчезла тогда, даже не поблагодарила, просто так страшно было, не помню даже, как дома оказалось. Все как в тумане. — Да ничего, главное, что все в порядке, — улыбнулся парень, аккуратно приобняв девушку в ответ. — Итак, приподнял одну бровь хозяин, если я правильно понимаю, да, пап, это он спас меня от тех уродов в подворотне, даже не знаю, что произошло бы, не появись, не знаю, как тебя зовут. — Антон, — представился молодой человек. — Спасибо, Антон, если бы не ты. Анна еще сильнее прижалась к Спасителю, словно его близость могла изгнать терзающие воспоминания о страшном дне. — Ну что ж, это меняет дело, — немного растерянно произнес Григорий Аристархович. — Было видно, что ситуация повергла его в легкий шок. Но мужчина держался достойно, стараясь трезво разобраться в ситуации. — Куда же ты пропал, я так искала тебя, — прошептала Аня. Неприятная история получилась потом, — пожал плечами незваный гость. Уроды те оказались сынками богатых родителей. Ну и нашли они меня раньше. Потом суд, мол, напал на ни в чем не повинных ребят. Четыре года тюрьмы. Вот только недавно освободился. Встретился с бывшей хозяйкой этого дома, она и послала сюда. — Бедный, простите меня, — голос девушки дрожал. Переживания Антонны явно задели ее нежное сердце. Она все никак не хотела отпускать своего нежданного спасителя, словно боясь вновь потерять его в сгущающихся сумерках. — Получается, я твой должник, — покачал головой ее отец. — Даже не знал, как сильно ты пострадал после спасения Ани. — Честное слово, если бы мог, обязательно вытащил бы тебя. — Пойдемте в дома, то холодно, хоть чаем напоим героя. — схлипнула девушка, беря Антона за руку. — Мне бы домой, бабуля там совсем одна. — Застеснялся от такого внимания парень. — Я потом на машине тебя отвезу, не переживай. Должны же мы хоть как-то отблагодарить за все, — поддержал инициативу дочери Григория Аристаховича. Они затащили молодого человека в дом, чуть ли не силы заставив присоединиться к начатому ужину. Парень немного стеснялся, но все же согласился уважить хозяев. Он рассказал о своих злоключениях, опуская самые нелицеприятные моменты, чтобы не пугать взволнованную Анну. — Значит, дом продали незаконно, — задумчиво произнес хирург, когда в своем разговоре они подошли к этим событиям. Ну, не совсем, просто сынок оказался настоящим негодием. По факту, избавился от матери, бросив ее доживать последние деньки. — Слишком уж она любила его, чтобы хоть в чем-то отказать, вот и получилось так, как получилось. — Какой ужас! — прошептала Аня. — Да, уж бывает. — Иногда предают даже самые близкие, а иногда совершенно незнакомые люди готовы пожертвовать жизнь, — кивнул Григорий Аристахович, глядя на Антона. — То, что произошло, не должно остаться безнаказанным. — Я разберусь с этим Аликом. — Есть управы и на таких, как он. — Хорошо бы, — проговорил парень, поглядывая на часы. — Вы извините, я очень рад был познакомиться, и если хотите, как-нибудь заеду еще, но сейчас. — Агния там совсем одна. — Боюсь так надолго оставлять ее. — Конечно, конечно, как обещал, подвезу тебя до дома, — стрепенулся хозяин, вставая из-за стола. — До свидания, спаситель, — сказала Анна, обнимая парня на прощание. — Вот мой номер телефона, не вздумай пропасть снова. — Не пропаду, — пообещал Антон, улыбнувшись. Мужчины вышли из дома, погрузились в солидную иномарку и отправились в путь. Понимая нетерпение и беспокойство парня, Григорий Аристахович старался ехать на пределе разрешенных скоростей. — А вот и наш дом, — обрадовался Антон, завидев знакомую избушку, в окошке которой горел слабый свет. Видимо, Агния ждала его возвращения, включив небольшой прикроватный светильник. — Хотите познакомиться? — спросил парень Григория Аристаховича. — Конечно, заодно посмотрю что-то, как врач все-таки, — усмехнулся тот. Мужчины вышли из машины, стараясь не хлопать дверьми и не разбудить соседей. Они прошли в прихожую. Дверь оказалась ожидаемо не заперта. Гость задумчиво рассматривал небогатое убранство дома, думая о чем-то своем, а Антон сразу поспешил в спальню. — Кажется, уснула, — прошептал он, глядя на прикрывшую глаза Агнию. Бабуля по-прежнему находилась в постели, полу лижа, по усиде на подушках. В пальцах правой руки она сжимала ручку. Антон, стараясь не шуметь, поставил на тумбочку добытый из тайника ящичек и хотел уже выключить свет. — Подожди, — тихо проговорил хирург. Он подошел к Агнии, склонился над ее лицом, а затем прижал пальцы к какой-то точке на шее. — Что вы, начал был и парень. — Антон, она ушла. — В смысле? Ошарашенно переспросил молодой человек, не желая принимать печальную реальность. — Пульса нет, дыхание тоже. Судя по всему, не мучилась, просто пришло время. Покачал головой гость. — Как же так, — горько проговорил Антон, осаживаясь на табуретку. Он давно готовился к этому дню, но теперь, когда печаль таки пришла в дом, совершенно растерялся, не зная, что делать. — Посмотри, кажется, это письмо для тебя. Григорий Аристархович оставался рядом, понимая, что парню как никогда нужна поддержка и отвлечение от мрачных мыслей. — Что? — Непонимающе произнес Антон. — Письмо. — Для тебя. — Хирург протянул желтоватый лист, который лежал на тумбочке под светильником. — Дрожащими руками Антон принял записку. Аккуратные строчки расплывались перед глазами из-за скопившихся слез. Молодой человек резко вытер кулаком и внимательно всмотрелся в текст. — Дорогой Антон, я хочу написать тебе это письмо, чтобы передать свое глубокое, искреннее чувство любви и благодарности. — Мой драгоценный внук, каждый день, проведенный с тобой, был настоящим сокровищем, согревшим мое сердце перед концом. — Словами не передать, как я горда и счастлива, что познакомилась с таким замечательным человеком. — Хочу поблагодарить тебя за то, что осветил своим присутствием мою уходящую жизнь, внес столько радости и тепла в постаревшее сердце. — Ты был рядом в те дни, когда мне нужна была поддержка, помог пережить такое страшное время и навсегда остался в памяти, как самый родной человек. — Надеюсь, что и я в ответ смогла хотя бы ненадолго показать тебе, что такое семья. — Хочу, чтобы ты знал, независимо от того, где я нахожусь, моя любовь всегда будет рядом. — Никогда не забывай, ты особенный, уникальный человек, способный принести еще очень много добра. — Не позволяй грузу прошлого омрачать настоящее, пожалуйста, улыбайся почаще. — Оставляю тебе свое скромное наследство. — Ключ от ящика на столике рядом с письмом. — Открой его и распорядись с содержимым, как посчитаешь нужным. — С любовью и нежностью твоя названная бабушка. Последние строчки снова расплылись. Антон не смог сдержать слез и отвернулся к стене. Григорий Аристархович молчал, но все еще находился рядом, мягко положив руку на плечо молодого человека. Мужчина невольно стал участником очень личного момента, но был рад, что может поддержать парня в столь уязвимый момент. Они посидели так, а затем Антон Се также молча подобрал небольшой ключик и ставил в замочную скважину шкатулки. Слезы текли по его щекам, но парень просто не мог позволить себе разразиться настоящими рыданиями. Замок тихо щелкнул, резная крышка свободно откинулась вверх, а внутри, несмотря на свое состояние, Антон не сразу поверил глазам. Внутри ящика ровным слоем лежали ювелирные украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Их было так много, что у парня закружилась голова при одной только мысли о стоимости сокровищ. Почему она оставила их мне? Разве я могу взять такое, тихо проговорил Антон. Не под лицо же сыночку доверять, ответил гость. Это была ее предсмертная воля, здравом уме и твердой памяти, так что не сомневайся, Агния хотела, чтобы они достались тебе, наверное, так благодарила за бескорыстную заботу. Обменять бы все эти деньги на здоровье для нее, хотя бы еще на несколько дней. У всех свое время, Антон, не держи ее, позволь отправиться в лучший мир и продолжай жить, пронося память о такой прекрасной женщине дальше. Парень лишь кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Сейчас он был рад, что Григорий Аристархович остался, ведь утрата столь родной бабушки накрыла его тяжелым чувством одиночества. Думаю, Агния собирала эти сокровища всю жизнь, но не доверяла нерадивому сынку. А ты сможешь распорядиться достойно. Да не бойся, это искренний подарок. Ей было бы приятно видеть, что ты счастлив и ни в чем не нуждаешься. Оплакав ушедшую Агнию, Антон твердо решил изменить свою жизнь. Он понимал, что многое упустил за прошедшие годы и теперь хотел заполнить пробелы. Парень устроил пышную церемонию похорон. Пригласил на поминки соседей и немногих родственников, которых смог найти благодаря связям Григория Аристарховича. Только с Олегом никто не связался. Парень так и не смог простить горе сыночка. Да и все равно. В день похороны он не смог бы прийти. Валялся где-то пьяный под забором. Все, что интересовало подлеца, это упущенное наследство. Он даже пытался судиться с Антоном, но за парня вступился Григорий Аристархович, быстро поставив Алика на место. Теперь тот кусал локти, тихо спиваясь и ненавидя всех вокруг. Дело свое открыл, наследство ваше не на развлечения потратил. Закончил свой рассказ молодой человек, прикоснувшись к холодному камню памятника. Зарабатываю сам, солидный жених, так сказать. Антон попытался выразить свою любовь и уважение к огне в Большом монументе, где художник изобразил портрет бабушки с доброй и всепонимающей улыбкой. Теперь молодой человек приходил сюда каждое воскресенье, навестить усопшую и немного рассказать о своих делах. «Ну ты как?» — тихо произнесла подошедшая Аня. Все это время она ожидала в машине, дав парню побыть наедине. Девушка положила ему руки на плечи, давая понять, что он не один. «Не грусти, она навсегда останется в твоем сердце». Узнав от отца об утрате спасителя, Аня сразу решила, что будет поддерживать его, поможет справиться с горем. Молодые люди сблизились за это время, они часто общались, созванивались, а потом и сами не заметили, как начали встречаться. Жизнь Антона действительно изменилась в лучшую сторону, и он был искренне благодарен добросердечной Агнии, благодаря которой все это стало возможным. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх, для меня это очень важно. Всего доброго!